Здравствуйте, меня зовут Веченников Александр. Я профессор кафедры биологии, химии, экологии и методик обучения Мининского университета. В науке я оказался, как и большинство моих коллег, случайно. Сначала я закончил медицинский колледж, поработал фельдшером, акушером, потом меня увлекла экология, я поступил на кафедру агрохимии и агроэкологии Нижегородской сельхозакадемии, окончил ее и потом меня как-то так увлекла наука, мне понравилось решать сложные задачи и я остался в профессии, защитил кандидатскую диссертацию, потом докторскую. Вообще темой моей кандидатской и докторской диссертации была рекультивация нарушенных земель, то есть как раз таки мы занимались тем, что работали над тем, определяя что же такое плодородие почвы, то есть какими параметрами она должна обладать, чтобы быть плодородной, чтобы мы ее назвали плодородной, чтобы растения, которые на ней росли, были сильными, мощными, давали большой урожай и вот в конце концов мы пришли к тому, что попробовали моделировать эти условия искусственно и так вот рекультивация перетекла в аэропонику и гидропонику. Гидропоника и аэропоника это технология выращивания растений без почвы, то есть когда питательные вещества в растения попадают из раствора и как правило это растворы солей. Гидропоника сейчас такой общепризнанный способ выращивания растений, сейчас процентов 90 наверное овощей, которые вы покупаете в магазинах, они выращены с помощью технологии гидропоники, их папа и мама выращены с помощью технологии гидропоники и даже бабушки и дедушки у этих растений скорее всего в почве никогда не росли. Это очень популярная на сегодняшний момент технология, она себя зарекомендовала и собственно без нее сейчас практически овощеводство наверное сложно представить. Куда будут двигаться эти технологии дальше, но скорее всего мы уйдем в генной инженерии, то есть безусловно то есть мы уже будем приспосабливать конкретные растения с конкретным генотипом под какие-то конкретные очень индивидуальные условия, то есть под определенные лампы даже и скорее всего уже вот мои коллеги видят будущее в том, что технологии будут поставляться с лампами, питательными растворами и конкретными сортами той или иной культуры. Есть такая книга называется «Пределы роста». Ее написал коллектив авторов Данелла и Деннис Медоуз, там одни из них, они были одни из главных. Это книга о том, как ученые пытаются спрогнозировать экологию, устойчивое развитие населения Земли в принципе. То есть эту книгу «Пределы роста» они написали в 1972 году и спрогнозировали, что к 30-му году население Земли достигнет 8 миллиардов. Мы уже его достигли и все растет. И когда они поняли, поняли, что несколько ошиблись в своих прогнозах, они написали книгу «За пределами роста». И эта книга вышла в 1992 году, то есть 20 лет спустя. Там они спрогнозировали, что к 40-му году наше население Земли достигнет 10 миллиардов человек. Когда в 2000-х годах они поняли, что они ошиблись, они написали третью книгу «Пределы роста» 30 лет спустя и спрогнозировали, что к 2050 году население Земли достигнет 8 миллиардов и там начнет замедляться. То есть с точки зрения экологии и вообще подхода, научного подхода к прогнозированию, к устойчивому развитию, к проблемам экологии очень интересно, как эволюционирует представление ученых о том, как мы будем развиваться. То есть если вам интересна экология, обязательно почитайте эти книги. Продолжение следует...